Здравствуйте! Сегодня у меня, ну уж совсем такая, урологическая тема. У меня на головке члена есть еще одно отверстие, представляете? Вот я хотела узнать у вас, что это и встречалось ли такое в вашей практике. Вы знаете, довольно часто встречается и может быть два типа, как бы удвоения отверстия уретры, гипосподей и эписподей. Гипосподей это когда отверстие уретры располагается ниже, чем основное, и эписподей это когда выше. Может быть разных степеней, самая такая безобидная степень, когда отверстие уретры располагается рядом, то есть на головке полового члена. И такие нарушения требующие хирургического вмешательства, когда на протяжении всего ствола полового члена или даже у основания ствола полового члена может располагаться это отверстие. Но на самом деле это уже такая грубая патология, требующая серьезной коррекции, может приводить к недержанию мочи, и тогда тем более это требует коррекции. И еще такой момент вообще немаловажный. Вот такие вот нарушения строения уретры очень часто сопровождаются, могут сопровождаются скривлением или уменьшением пениса. Иногда при рождении пенис настолько маленький и как бы прирощен к мошонке, а яички еще до конца не опустились в мошонку, и между двумя половинками мошонки определяется как бы такая поперечная складка, что такое состояние можно принять за изосексуальное состояние, и может быть как бы неправильное такое агушерское определение пола даже в этом состоянии. Но это очень редко встречается. В основном мы видим, когда отверстие уретры или удваивается, или оно чуть выше нормы, или чуть ниже нормы, то есть эписподея или гиписподея. В этом состоянии вы ничем не отличаетесь от других нормальных людей, и, в общем-то, никакого к себе индивидуального подхода или ухода, или особой заботы о своем здоровье вы не требуете. Вы нормальный человек. А сейчас пока!